Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди. Сегодня мы поговорим о возможном направлении прорыва цены биткоина, который совершится уже совсем скоро, о его ценовых целях и, конечно же, об индикаторе Hash Ribbons, который очень мне нравится. Конечно же, мы постараемся понять, в какую сторону биткоин прорвет этот треугольник уже на протяжении следующих 30 дней. Также вот здесь мы видим, что после капитуляции майнеров индикатор готов развернуться и дать большой сигнал на покупку. Очень-очень скоро. Нужно дождаться вот такой синий кружок, как в прошлый раз. Это и будет сигнал на покупку. Посмотрите, что было после крайнего такого сигнала. Цена биткоина выросла с 7,5 до 10 тысяч долларов. В этом видео я расскажу вам о том, когда именно это произойдет в следующий раз и чего ожидать от этого сигнала. Если вы посмотрите на таблицу всех сигналов Hash Ribbons за всю историю биткоина, то увидите, что исторически этот сигнал давал в среднем 5520% доходности. Если, конечно, вы дождались бы вершины. Также, если мы посмотрим на глобальную картину, мы увидим, что сигналы Hash Ribbons именно после халвингов были самыми сильными. Фактически, в 2013 и 2016 после таких сигналов цена биткоина выросла до новых исторических пиков. Не без откатов, конечно же, но все же. Вопрос лишь в том, сработает ли этот сигнал, который я ожидаю увидеть на протяжении следующих 30 дней, и на этот раз, нацелен ли биткоин на новый исторический пик. Все это в этом видео, поэтому устраивайтесь поудобнее, не забудьте поставить под этот ролик большой палец вверх. Давайте наберем хотя бы 3000 лайков, чтобы этот ролик был замечен всеми людьми, которые заинтересованы в биткоине. Итак, прежде всего, давайте взглянем на технические индикаторы и 4-х часовой график биткоина. По моему мнению, движение цены все еще происходит в пределах фигуры симметричного треугольника, но некоторые люди говорят, что это восходящий канал, и это оправдано. Напишите свое мнение в комментариях, является ли это восходящим каналом, или все-таки это симметричный треугольник. Я хочу поговорить о конкретном сценарии дальнейшего развития событий, учитывая, что это является симметричным треугольником. Ведь у нас есть огромное количество точек соприкосновения, тестирования линии сопротивления, а также даже пара ложных прорывов, говорящих о том, что это, вероятнее всего, симметричный треугольник. После этих ложных прорывов, во время которых, я надеюсь, вы не открывали сделки так же, как и я, решили дождаться подтверждения этого прорыва, мы видим, что биткоин, наконец, нашел идеальное сопротивление и пытается прорваться через него. Если это верный сценарий, в чем я не сомневаюсь, вот здесь вы можете увидеть, что прорыв обязательно произойдет. Примерно 17 июня, то есть уже на следующей неделе. Есть и другие технические показатели, которые ведут нас к предположению, что в ближайшее время пробой линии сопротивления очень вероятен. Давайте перейдем на дневной график цены биткоина. В последний раз, когда мы видели такое значительное снижение объема, мы наблюдали резкий памп биткоина в конце. И еще раз, в период с середины до конца октября 2019, когда произошел резкий обвал, с 6 тысяч до 3 тысяч, объем тоже значительно снижался, а после был всплеск, который привел к резкому росту цены биткоина. Кажется, что сейчас должно случиться нечто подобное, особенно если мы проведем параллели между вот этим снижающимся объемом и вот этим случившимся в начале 2019 года на дневном графике биткоина. А теперь давайте посмотрим на хэш-рибонс, который отображает отток майнеров из сети биткоина. Обычно в период 30-45 дней после капитуляции майнеров, иногда раньше, иногда позже, мы видим появление сигнала на покупку на индикаторе хэш-рибонс. И этот сигнал исторически предвещает невероятно массивный прорыв цены биткоина. За всю историю хэш-рибонс ошибался лишь дважды. Наиболее вероятно, что цена пойдет вверх, и давайте сейчас поговорим о конкретной ценовой цели. Но прежде, очень важное сообщение. Друзья, теневые баны все еще имеют место быть, что очень влияет на всех, кто связан с криптовалютами в ютубе. Так что если вы хотите поддержать меня и мой канал, не забывайте прожимать лайки. А самое главное, чтобы самому не стать жертвой теневых банов, проще всего нажать на колокольчик и в ниспадающем меню выбрать пункт «Все», чтобы наверняка получать уведомления о новых видео. Также я создал телеграм-канал специально для того, чтобы уведомлять вас о выходе новых видеороликов. Подпишитесь на него, если хотите точно получать уведомления о всех моих новинках. Ведь ютуб-оповещения работают совсем плохо, это всем известно. Ссылка на этот телеграм-канал будет в описании. А теперь посмотрим сюда. Вот здесь начался от ток майнеров и сети биткоина. Об этом говорит пересечение средних скользящих хешрейта. Краткосрочное скользящее среднее сверху вниз пересекает долгосрочную скользящую среднюю. Все это говорит о существенном снижении хешрейта. Если мы перейдем на график хешрейта, мы это увидим. Сразу после халвинга хешрейт упал буквально вертикально, и отток майнеров из сети биткоина увеличился. Через несколько дней хешрейт снова стал расти, так как после каждого оттока обычно следует восстановление. Судя по данным, уровень восстановления говорит о том, что скоро должен появиться сигнал на покупку на индикаторе хеш-риббонс. Мы можем увидеть, что капитуляция майнеров произошла 24 мая, а уже спустя 14 дней мы достигли точки кипения, когда хешрейт снова начал восстанавливаться. Также здесь видно, что в течение 10-15 дней краткосрочное скользящее среднее снизу вверх пересечет долгосрочную. Вот это пересечение и станет сигналом к покупке. То есть через 10-15 дней мы должны увидеть этот сигнал. Почему это так важно? История даст ответ. Здесь показана максимальная зафиксированная просадка в процентах и максимально возможная полученная прибыль тоже в процентах от каждого конкретного сигнала на покупку по хеш-рибонс. Как только появляется сигнал на покупку, который отмечен синей точкой на графике, максимальная просадка после него была в среднем 11%. Посмотрите сами. 7%, 3%, 15%. Если вы покупаете по этому сигналу, который должен появиться в следующие 2 недели, так как это происходит каждый раз после капитуляции майнеров и вычисляется простой математикой, то средняя максимальная просадка после этого всего лишь 11%. Максимально возможная полученная прибыль при этом составляет в среднем 5520%. Конечно же это максимальный показатель и обычно мы видим цифры гораздо меньше, так как коэффициент возврата инвестиций со временем падает, рынок становится более стабильным, его капитализация увеличивается и волатильность снижается. Плюс к тому же угадать вершину 100% просто невозможно и многие просто не дотерпят до нее и зафиксируют свои 10-20-50% прибыли. Однако абсолютно точно я уверен в том, что этот сигнал к покупке должен появиться в течение уже следующих 15-30 дней. Давайте вернемся к таблице, я кое-что забыл упомянуть. Каждый конкретный сигнал к покупке является очень мощным, но самые мощные сигналы возникают сразу после халвинга. Вот здесь в феврале 2013-го после ноябрьского халвинга просадка составила всего 3%, но прибыль показала 5715%. Далее идет август 2016-го, а после халвинга в июле 2016-го просадка составила 3%, а прибыль 3188. Посмотрим на недельный свечной графики, включим хэш-ленты. После каждого конкретного халвинга всегда следует сигнал к покупке. Сигнал к покупке ведет нас к очередному историческому максимуму. Будет ли этот сигнал таким же на этот раз? Выведет ли он нас к новому историческому пику? Напишите свое мнение в комментариях. Лично я считаю, что после этого сигнала можно будет открывать долгосрочную позицию на покупку. Давайте поговорим о ценовых целях. Судя по основанию треугольника, цена должна вырасти на 60 или 70%. Конечно же мы рассматриваем только бычий сценарий, так как минимумы и максимумы в каждой волне только увеличиваются. Следовательно, мы находимся в восходящем движении. Если прорыв случится на следующей неделе, то наш целевой уровень будет примерно 11700 долларов. Менее вероятный, но все еще возможный пробой вниз может привести нас к цене 7500 долларов. В завершение я бы хотел поделиться с вами еще одним мысленным экспериментом. Вы знаете, что баланс ФРС США все растет и растет. Они печатают триллионы долларов. Очень сложно на самом деле представить, что же такое триллионы долларов. Посмотрите на эту картинку. Вот так выглядит 1 миллион долларов. Вот так выглядят 100 миллионов долларов. А это 1 миллиард долларов. И наконец 1 триллион долларов. Просто представьте себе эти сумасшедшие цифры. Они печатают триллионы каждую неделю или месяц. И подумайте об этом, особенно в свете гиперинфляции, которая возможно ждет нас впереди. А меня зовут Богатейший Ди. Не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. И обязательно богатейте. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»